На рации пути у Добруши побудована и уведена эксплуатация первая на Гомельчине гидроэлектростанция. Инвестиционный проект реализовала товариство ДОБ Гидроинвест. С перспективами зеленой энергетики ознайомились наши корреспонденты. Сгодно с историческими крыницами, первая айчинная гидроэлектростанция была побудована миновито у Добруши. Отбылось это в 1899 году. Тая ГЭС обслуговывала паперовую фабрику. Сучасная станция находится практически побоч с местом, где была попередняя. Заразьяна третья, деющая у Беларуси, и первая у Гомельской области. Такая невеликая колькость отлумачивается тем, что для их работы необходим перопад воды. А практически усе реки в нашей краине ровные. Среди махчимых рызок, низкий узровень воды у вынику протяглой засухи, ци высокие заповодки. 10 месяцев в году эта электростанция должна работать. Но при паводковом ситуации электростанция просто физически не сможет работать. И самое минимальное – это метр сорок. Должна, скажем так, быть перепад в этой речке. В противном случае электроэнергии вырабатываться не будет. Плюс гидроэлектростанции в том, что это зеленая энергетика. Для их работы не потребна палева, якое забудживая новокольная сяродзе. А праша таго, такие станции не приводят до гибели рыбы. Навод, когда я натрапюсь про установленные сетки, то свободно пройдя про турбины. Что тыжится махчимастей, добружской мини-гэс, то за годину тут можно отримать 450 кВт электроэнергии, которая потом поставляется в огульную сетку предприемства «Гомель Энерго». Отповедный договор заключен термином на 10 годов. Особых проблем не было, но программное обеспечение, плюс сам запуск, настройка шкафов автоматического управления, плюс сами строительные работы, все это было нелегко. То есть мы даже работали, бывало, и до 9 вечера, и до 10 по-разному. Надо ввод в эксплуатацию было произвести, поэтому вот это было сложно. А остальное сейчас уже все просто. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Евген Макенко. Сдобруша.